К сожалению, вот не посмотрела я эту критикоманию, она у меня не открывается, но я все равно тебя поздравляю за твой труд и объединение всех нас, а уж через пять лет мы, наверное, вообще тут к тебе и не попадем. Ну, поживем, увидим. Тебе удачи и большого плавания. А, еще хотел сказать, ты такой шикарный Астап Бендер, еще бы белый шарф, и вообще было бы здорово. Спасибо, я надеюсь, что мне его кто-нибудь свяжет когда-нибудь. Летний оригами. Не имеешь права рефлексировать. Оптимисты шикают испуганно. Пугало ты, городское пугало. Закатилось солнце апельсиного. Пальцы растопырились зубцово-башнями, а в глаза часы пробрались. Спаски лучше, чем бигбен и весны пражские. Ноготки оранжево накрашены. Лето фестивалит, непросроченно с ванилином и скейбордов твизлами. Платит музыкантам только твистами. Что ты хмуришься в краю мороженом? Лето чупа-чуп в цветочном фантике. Отбиваю у бутылки горлышко. Выпиваю моего до донышка от охранников и до романтиков. Лето женская бравада поздняя. Мы друг с другом лишь в стихах останемся. Самбо в сабо. Трудно покоряется. Осенью пойму, что было роздано. День открытых дверей. Да ладно, не будем тратить время на хлопки. Его так мало осталось. Праворульные, левосторонние. Разнополушарные, но леворукие. Тем, кому нельзя, тех проворонили. Широтой зрения и близоруки. Подлинник и перевод. Большая разница. Жизнь, утверждающая зодчество. Своевременными правилами, кажется, запрещается, когда захочется. Память осязаема в колязине. Вседозволенная опрометчивость. На растерянных, богобоязненных налетали фальшивомонетчики. К модной бороде еще бы отчество. Женщины, обиженные девочки. Чаще, лучше. Иногда не хочется равноправия Адама с Евочкой. Топаем по разным полушариям. Одноразовые халаты, тапочки. Из Нью-Йорка в Вену. Слушать арию. Страсти по футболу всюду. Батюшки. Поднимается звезда полярная. Освещается равнина тусклая. В центре я столбом. Разнополярная. Лево-право полушарная. И русская. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сердечная недостаточность. Сердечной недостаточности от скрипучий голос, серого скручней портфеля на столе учителей, больничные койки, в аэропорту задержки рейса, градусник во рту, стенания репортеров, гол, забей, киножурналы, вести из полей, молчать и говорить наоборот. Глаза в метро закрой на раз-два-три. Перед посадкой в самолет, поверь, курильщики в два горла и ноздри. Спортсмен рисует вензеля на льду не для дождя, не просветлеешь все ж, выбеливая волосы, уйдешь сердечной недостаточности от кальмаром жареным открывший рот. Ну и антропоз. Это новое, я боюсь, что его подзабуду. Или антропоз. Кто-нибудь знает, как правильно ударение? Посмотрела, в Википедии нигде ударение не стоит. Антропоцентризм – это человек-центр вселенной. Ну, такое философское направление, а тот, который поддерживается, это антропоз. Мужчина-женщину бьет у метро. Он в ней свою дорогу не нашел. Кулачные столичные бои, старо, идите мимо, не до вас еще. Деритесь, пролетария из всех стран, за многолюдное хочу харчи. До первой крови, но не свежих ран, за телогрейку и за кирзачи. Бодяга долгая для синяков, иглозакалывание ягнят, рецепты выживания простаков. Побольше мази с головы до пят, до Ахиллесовой, до родничка, до сковородок, что в руках шипят, и до посолов дьякона, и мышечка, до бдительно горящих октябрят. Простим друг другу антропоцентризм. Под битым глазом с неба смотрит Марс. Не тратила деньги Энгельс бы наизм, сиял бы рядом с Марсом, так же Марс. Маркс. И последнее. Беление полотна. Тащить себя, сизифа в труд, когда, как вяленый налим, без друга съев соленый пуд, себе и другу насолив, и вместо глаз солончаки задувает суховей с гранат, и даже без чеки бежать не хочется быстрей. Звонки внутри, и голоса от низких до святых частот. Душа у прихоти вассал. Все поняла наоборот, заголосит, когда рванет, и кинется под образа. Льняное полотно не льнет, и отбеленый много раз из темноты ведет окно на поле воскового льна, как на картинах, где давно любовь к земле нанесена, где отбеленная акцент не ослепляя, а светит в тот восхитительный момент за раму трепетно уйти. Благодарю. Спасибо. Людмила Кубалова это была. Ну, что ж, прежде чем мы